ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Первые 19 пунктов сразу на 20-е идёте. Потому что вам будет для вас это, для водителей, основание. Конечно. Вы читали вообще основание? Я всё это знаю, даже больше, чем вы. 64-й приказ тоже знает. Конечно, знаю. Тем более. А поправки тоже знаете, да? Которые вносили сюда. Вы сказали, свет не горел. Сейчас мы выяснили, что он горел. Свет, да. Значит, причины не было. Документы предъявите, нет? Конечно, предъявлю. Я же вам сказал, проверка документов. Хорошо, всё горит, дай бог. Словерение предъявить вам? Да. Вот уже начинаете вспоминать, да? Что вспоминаю? Ну, первые пункты. До 20-го. Вы сразу 20-й помните, а первые не помните. Там основание написано до 20-й. Не надо снимать. Снимать не нужно, пожалуйста. Почему? Потому что вы это будете выкладывать в сеть, а я вам запрещаю выкладывать в сеть. Ну и что? Предъявление нельзя снимать. Такой запретили. Теперь можно уже снимать. Гуров Андрей Денисович. До какого? До 20-го апреля 25-го года. Всё можно убирать? Да. Что вы от меня требуете? Можно, пожалуйста, ваше водительское удостоверение, средство регистрации, средство и полисы САГО, согласно пункту правил 2.1. Так, а основание-то не называете, да? Я же вам назвал. Какое? Привет, подоконник. Нет такого основания. 106-й пункт. Вы же приказы... 164-й приказ 83-й пункт. Вы читали внимательно? Это остановка. Это остановка. Мы с остановкой разобрались. А теперь вы просите второе действие сделать. Второе действие. Я вас хочу сказать, что я уже ваша водителька. Я понимаю, что у меня остановиться и основание. Причину и основание. Я вам поясняю. Основание предъявить документ, это второе действие. Я вам и говорю, что у вас есть документ, кстати, 12 или 20. Я знаю это. Так можно вам принести и прочитать вам еще раз. Так зачем, если я знаю? Почему у вас машина стоит спрятанная? Нарушение. Она не спрятана. Где она спрятана? Водители вас видят? На углу. Ну, водители вас видят. Я же на дороге спрятаю. Смотрите, давайте. Давайте. Вот где они вас видят? Ну, где? Я на дороге спрятаю. У меня видно. Пристояние более 50 метров. Вы почему без жильета стоите в нарушении вашего приказа? В нарушении приказа такого? 575-го? Да, да, да. А что, это понимательно читать? Ты же не прочитать, потому что обязана. Приказ для всех. Однем мы работаем без жильета. Это реально, это вы имеете в виду областной группы? Залином, что мы не работаем в длину во время стопи. Начнем, пожалуйста, у нас с проблескового маячки включили, жилеты на месте. Ну, хорошо, я потом ознакомлюсь тогда. Ну, значит, причину... Давайте отойдем лучше. Давайте. Я же вам пояснил уже. Неоднократно. Одни и те же вопросы же не актуально задавать. Понятно. Давайте я принесу проще книжку и зачитаю вам. Так, наверное, правильно будет, нет? Но основание-то вы все равно не назвали до сих пор. Основанием для проверки являются 4 основания. А я представился вам, правильно? Правильно. Не увидел, что у вас горят дневные ходовые огни. Они действительно грязные, правильно? Нет. Но пыльные. Нет, ну пыльные, пыльные. Нет, подождите, но пыльные, правильно? Да пыльные. А что, через пыль свет не проходит? Я вам вопрос задаю сейчас. Правильно? Пыль. Вы мне ответьте, пожалуйста, потом разберем. Незначительный слой пыли, хорошо. Не извинился, да, извините, это да. Это мой косяк, не увидел издалека. Далее вы с меня сейчас что-то требуете? Основание передачи документов. Основание передачи документов. Согласно, что федеральному закону о полиции. Право там написано. Там не основание передать, а право проверить. Давайте я прожду книжку. Ну давай. Имеют право, да, так написано? Где вы видите, что имеют право? Ну, сначала переходим. Это права полиции, они имеют права. Это права полиции. Права. Это права полиции. Тут написаны основания для проверки ваших документов. Ну где, покажите. Ну вот же, я вам открыл, пожалуйста, возьмите. Можете заснять это на камеру, чтобы вашим там... Так, основанием было. Ну, покажите основание. Останавливать транспортное срисвальство. Это необходимо для выполнения возложенных на полицию обязанностей. Это раз, правильно? Второе. Обеспечивать безопасность дорожного движения. Ну, это понятно. Проверять документы. Право. На право пользования и управления и имени. Ну, это право. Право проверять. Так я сейчас и требую от вас, чтобы вы мне предоставили. Посмотрите, вы имеете право управлять? Так, а вы различайте слово право проверять документы и основание их проверить. У вас есть? У меня просите сейчас основание. Да, основание. Право-то у вас есть. А основание-то какое? У вас есть право применять оружие? Я же вам 664 приказ, пожалуйста. Пункт 83. Открыть и посмотрите. Это причина остановки в 83. Вы все перепутали. Ну, хорошо. Вы хотите основание. С 106 пункта. Давайте в 106 пункт проводятся мероприятия леса. Сейчас мы посмотрим. У вас нету там ничего деревянного и все. Давайте тогда ознакомимся с мероприятием документами. Конечно, давайте. Сейчас, пойдемте со мной, чтобы они сказали. Я вам предоставлю служебную книжку. Хорошо. Вот видите, как долго мы шли к этому. Да, за все. Господи. 106 пункт есть основание, а вы... 106 пункт, он... Регламентируйте до основания передачи документов. Как показали, мне сразу передаю. Что вы мне можете показать? А всем другим не можете показать. Потому что вы знаете, это нельзя укладывать. А мне можно показывать? На интернете, говорю, это нельзя укладывать. А мне можно показывать? Так. Операция лес. Что такое ОПМ? Операция? ОПМ мероприятие. А, мероприятие. Все? Я вас ознакомился с нами? Да, да, да. Пойдемте. Покажу вам документы. Сразу будете смотреть деревяшки или что? Да, зачем у вас стекла тонированные мои, нам вот так видно? Ютуб ведете что, или что? Нет. Ничего не веду. Для сюда? Для себя? Да. Все, просто правильно делать. Богатенькие только вещи у вас. Достаньте, пожалуйста. Чтобы не брать портмона. Вам в руки надо передать? Да. А почему в руки? Так? Согласна. Под законом у актов. А так просто показать не хотите? Не хотите? Не, ну мы же по правилам с вами все. Давайте по правилам. Полис ОСАГО можно? Нет. Почему? А потому что не обязан возить сюда. Нет, нету с собой тогда. Что? Не имеете с собой проще? Нет. Так вы говорите. Где? Вот багажник это только. Вот все, что вот это содержимое. Что вам? Давайте открою хотите, если. Это тогда уже через протокол досмотрим. Нет, нет, конечно. Я просто вам за базар. Просто я могу не за на базар. Полиция, пожалуйста. Пожалуйста. Вы же со мной пойдете? Я не знаю. Как вы идите? Конечно скачу. Сейчас еще заявление доставлю. Не хотите? Это ваше право, Илья Владимирович. Вы о правах-то вспоминайте о моих только потом уже. Совещание. Ваше право, Илья Владимирович. Нет 20-25. Здрасте. Полиция, что это вообще не обращается? Потому что они все под обжалованием. Еще не вступили в законность. 6, 7, 8, 9, все 9? Не знаю, может и 19. Ну, смотрите, у вас под обжалованием только 3 из них. Все, я вам говорю. Видите, родители в производстве, в производстве, в производстве. Это вот они 3 под обжалованием. А вы говорите, все под обжалованием. Все под обжалованием. Если ваши должностные лица неверную информацию вносят, я-то тут при чем? Здесь я на неверную информацию у вас. Заявление-то у меня примите? Конечно, примите. Хорошо. Что нарушаете, почему? Вне поля видимости людей стоите. Если вы хотите обеспечить безопасность, должны соблюдать. А знаете, что нарушение всех приказов 286 регламентируется? Давайте начнем, что меня учить не надо, хорошо? Я задаю вопрос. Согласно закону о полиции, граждане взаимодействуют с полицией или нет? Вы мне задали вопрос. Я сказал, я не нарушаю. Вы задавайте мне не успею. Завчение оставить. Примите, есть бланк устного заявления? Бланк устного заявления? Это письменное заявление. Устное заявление, это у меня словами. Словами говорю, вы так записывать должны. Это называется письменное. Бланк принятия устного заявления. Это называется письменное. Синькову можете привет передать, да? Также передаем привет и Добсам Глухову, Бабенышеву и Малеву, которые незаконно выносили постановление. Он уже полгода со мной сюда ходит. Еще будет, наверное, годик походится. Начальника, правильно? Начальника, конечно. А кто сейчас начальник? Что там, отпустили, не отпустили? Он вернусь к обязанности. Начальника, значит, пишите. Проживаете в эти указания? Нет, нет. Электронный адрес, наверное, телефон. Электронный адрес, запишите. ДЕ. ДЕ. Да. 16-го. Двигаясь, соревнование. Брать адрес, скажу. Соревнование. 33. Обнаружил нарушение со стороны экипажа 36.0.30 в составе. Ну, состав свой, пишите, ГУРОВ, второй. Которая заключалась в том, что указанный экипаж, службу, напишите одним словом, да истинно, нарушение установленных регламентов. А именно, патрульный автомобиль при несении службы был припаркован вне поля видимости участников дорожного движения в метрах в 30 от проезжей части. Кроме этого, данный экипаж находился без светоотражающих жилетов, нарушение тех же регламентов. Прошу провести служебную проверку. Ответ отправить на электронный адрес. Ладно, свидание не нарушать.